Здравствуйте, друзья! У нас сегодня Наталья. Здравствуйте всем. Ты меня представляешь. У нас в гостях сегодня Михаил. Мы вместе гостюем. Мы сегодня отмечаем кофе и клубничкой. У нас сегодня клубничка, у меня клубничка. Так что мы отмечаем? Мы отмечаем сегодня знаменательную дату, очень-очень крупную. Конечно, будут и побольше даты, но я, наверное, не буду присутствовать при них. Но сегодня 60 тысяч подписчиков на канале. Да, сегодня вообще в этом смысле день был прикольный, потому что с утра я проснулся, было довольно рано, где-то пол восьмого утра, и я пошел смотреть, что там... Ну, в смысле, пол восьмого я пошел посмотреть, что у нас там с подписчиками, и было что-то там без двадцати человек 60 тысяч. И потом, значит, мы поговорили с Геннадием Балашовым, потом я сел на машину, поехал в офис, вот, и... Вы слышите тот шум? Это... Мы в таком месте сидим, тут недалеко. Старбакс мы вот взяли там, видите? Старбакс и взяли, тут машина рядом, так что она там иногда будет шуметь. А может и ничего. Так вот, мы... Поехал, да, приехал я в офис, повесил видео, которое по дороге записал, дал ссылку на канале Балашова, уже появилось вот это вот видео. И дальше... Что-то у меня там, не знаю, замотало. Туда замотало, сюда замотало, что-то я как-то урок там вел. А потом уже отмотало, я смотрю. А с утра триста новых подписчиков. Триста, да? Да. Поэтому, я думаю, наверное, с канала Балашова. Там ссылки прямой нет, но... По ходу дела я, как бы, засветился. И те, кто хотел, творческие люди. Вот, они, значит, пришли. Михаил, ну вот, скажи мне... Я тебе... Анекдот, ребята, вы знаете? У нас же анекдоты. Анекдот. Значит, есть такой анекдот, как идут два мужика. В советское время, естественно, у меня вся анекдота отсюда. Идут два мужика, и один берет газету, платит пять копеек, берет газету, смотрит и выбрасывает. И второй говорит, а что ж ты покупал газету, если не читаешь? Он говорит, я читаю, но я читаю только некрологию. Тот говорит, некрология на последней странице. Он говорит, ну, тот, кто мне нужен, будет на первой. Так вот, я говорю, те, кто нам нужны, и те, кто наши, значит, зрители, они нас найдут даже без ссылки. Поэтому я заодно вот приветствую те, там, триста человек, там, может быть, еще подойдут, я не знаю. В общем, с канала Геннадия Балашова. Я надеюсь, что им будет интересно. В следующем случае мы стараемся, чтобы всем было интересно. Вот такая у нас круглая дата. Ну, расскажи, расскажи, с самого начала. То есть, вот ты сделал вот этот канал, на котором 60 тысяч подписчиков. Он когда у тебя открылся? Я думаю, что изначально он открылся где-нибудь лет там пять или шесть назад, давно. Ну, я повесил пару видео, ну, такие, по мотивам форума «Говорим про ЮЭС». Там, как что-то такое, посмеяться. Потом, куда-то в Мексику мы поехали и пару сюжетов записал. Потом, вот я скажу так, первого апреля 2009 года, первого апреля 2009 года. Это скоро будет, что, шесть лет? Да, пять. С ума сойти. Нет, шесть. Шесть, да. Я записал приезд в аэропорт девушки из Киева. Они будут с семьей, как сейчас. Я очень хорошо их помню, очень симпатичные ребята. И я даже тогда не умел ничего, я слова не сказал в этом видео, я просто снимал, снимал. И какие-то титры потом подвесил, субтитры. И вот это было наше первое видео. А потом я уже там немножко разговорился. Но видео эти были сделаны для форума «Говорим про ЮЭС». Потому что там были люди, которые, ну, их знают, они там в темах участвуют, в дискуссиях. Обычно у них еще своя тема какая-то есть, за ними следят. Ну, я уже поехал встречать в аэропорт, я уже снял и туда повесил. И так вот некоторые, значит, следили за этим делом. Никто не возражал, чтоб я их там вешал, поскольку это ребята с форума. Вот. Хотя некоторые, может быть, и возражали, но не начальство. Вот, потом что произошло. И вот на этом, на всем, это пару лет продолжалось, может быть, больше, чем пару лет. Два с половиной, не знаю, три года. Там где-то набралось у нас полторы тысячи подписчиков. А я тогда, знаете, не смотрел за этим. Я не делал ничего для подписчиков. Я просто для форума там раз и повесил, раз и повесил. Для меня YouTube это было просто место, куда можно подвесить. Я его не воспринимал никак. Ну и потом, какие-то подписчики. Я думаю, надо же, вот людям не лень. Знаешь, там что-то они где-то подписываются. Зачем оно им надо? И сейчас есть такие, говорят, а я тут четыре года подписывал. Я думаю, боже, как же он, как же он это? Четыре года. Ну вот, а потом уже... Знают, а люди знают, которые знают про тебя все. Которые с форума. Ну и вот, значит, а потом... Как-то вдруг раз, знаете, как бывает, вот раз и поменялось все. Это было в середине октября. Два с небольшим года назад. В середине октября и двенадцатого года. И вдруг я начал вот эти вот видео делать, ну, уже просто про Америку. Наверное, во мне накопилось очень много чтения и обсуждений всяких. На форуме говорим про УС, когда люди обсуждают и читают, и там много народу, и все что-то говорят. Очень многие ерунду говорят. А кто-то по делу говорит. Но тем, кто считает, очень трудно отделить ерунду от по делу. Понимаете, очень... Я подумал, что надо что-то такое говорить. Кроме того, тогда очень сильная такая пропаганда была по российскому телевидению. Антиамериканская. Ну, очень убогая. Ну, уж такая отстойная. Ну, просто сил нет. Я смотрю, что это действует. И вот люди такие вопросы задают. Я думаю, надо что-то сделать. И вот я начал как бы в противовес вот этому всему. Ну, просто чтобы кто-то. Я посмотрел, я поиск делал на Ютубе. Я смотрю, кто говорит про Америку там. И чувствую, что не хватает человека, который там был бы в стране 20 лет, который имел бы какой-то опыт в зарабатывании денег существенно. Имел бы опыт. Ну, как вот я не знаю, что я там... В IT работал. Я покупал, продавал недвижимость. Я занимался страховым бизнесом. У меня было страховое агентство. И так далее. То есть, у меня какой-то такой достаточно обширный опыт. И я вижу, никого такого нет. И я думаю, что и сейчас никого такого нет тоже, насколько я знаю. И на тот момент самый матерый американец, который тогда вот был с каналом на Ютубе, может быть, он там был 3-4 года в США. А может и того не было. Но, во всяком случае, денег зарабатывать не научился. Или там... Ну, понимаете, я думаю, ну раз некому, значит, ну куда деваться, значит надо. И так пошло. Ты когда вот стала подписчиком у нас? Я стала подписчиком, наверное, когда Саша Блэквелл тебе показал. Так. А мы с ним делали сюжет. Я знаю. Да. Ну вот он мне показал, рассказал, говорит, вот это Михаил Портнов. Так. Я мечтаю к нему поехать в школу. Но я как бы так внимания не обратила. Ну, постояла, будучи, говорить и говорить. Знаешь, когда я умру, я хотел бы лежать рядом с ним. Ну и как-то так, я не знаю. Даже не знаю как. Когда я подписалась, я даже не помню. А зачем? Что тебя, какие сюжеты тебя возбуждали? Наверное, я подписалась, знаешь, когда, честно говоря. Стыдно, не стыдно. Но подписалась, когда уже в школу телесналась. Ну смотрела, да. Смотрела, но не подписалась. Ну неважно, да. Да. Ну вот, а тут подписалась, да. А что ты смотрела? Ты давно в Америке, правда? Чего ты там могла посмотреть? Ну что я там смотрела? Мне очень интересен был взгляд вот твой на иммиграцию. Мне было очень интересно смотреть, как тебе приезжают. И учатся вот именно все, кто приезжают не из Америки, а приезжают. А издалека? Да, издалека. А у тебя такой опыт, что все-таки ты приехала замуж и был кто-то, кто вот о тебе заботился в первое время, тебе не пришлось там съесть вот того дерьма, которое обычно иммигранты съедают, у тебя может быть другое было. Я просто к чему говорю, что ты прошла совершенно другим путем, через другую калитку в иммиграцию. Правильно? Да. Совсем другую калитку, а такую не очень сильно тебя бьющую по голове, так скажем. Все-таки поспокойнее. Ну поспокойнее. Едешь куда-то, знаешь, что есть человек. Ну да. А не было мысли, вот ты едешь в Америку и думаешь, сейчас приеду, а он скажет, знаешь что, подруга, передумал я на тебя жениться. Нет, такой мысли не было, но была мысль, а вдруг он не такой, каким себя представлял. Потому что человек за две недели там, ну два раза ко мне приезжал, все равно мог, допустим, показать себя с другой стороны, а когда приезжаешь уже на родину. Вот как синяя борода. Да. Тоже никто не думал. Девки с ней знались. Это твоя боялась. Ну ничего, как бы ничего такого не было. Но вы друзья теперь. Мы друзья очень хорошие с ней. А у него есть жена теперь? Ну он начал жить, когда он переезжал, поехал в Монтану, он начал жить со своей первой женой. Мэрилин ее звать. Ну как интересно. Мэрилин Мануэр. Ну насчет моих подписчиков, которые пришли к тебе на канал. Давай. Они сразу заметны. Твои подписчики очень заметны. Они эмоциональны, они очень позитивны. И они абсолютно не, как бы сказать, не парятся с какими-то логическими построениями. Потому что они говорят, ура, там Наташа, все получится. Мы в тебя верим. Нет. Я почему-то вижу картину, что когда пришли мои подписчицы на твой канал, они тебе дали очень много любви, во-первых. Да. Некоторые говорят, был бы ты свободный, мы бы с тобой так закрутили. Я все время, я даже сегодня сказала. Наверное, когда пришли мои подписчики с моего канала, Михаил у нас ходит весь в губной помаде теперь. С канала. Виртуальный. Виртуальный. Да, конечно. Он не хочет стирать, нравится ему. Весь виртуально, обцелованный. Обцелованный. Все ему столько там комплиментов пишут, и пишут, что мы вас не знали с этой стороны. Я думаю, что твои подписчики знают, что у тебя помада не стирается. И ты хоть кого обцелуешь, следов не будет. Нет. Это правильно? Нет. Ни при чем. А к помаде. А к помаде. Кстати, я всем своим подписчицам тоже сказала, какую помаду я крашусь. И у всех моя помада. Прямо у всех? Ну, все знают. В общем, девушки, у кого помада, как у Наташи, вы скажите, что вы думаете за эту помаду. А те из вас, которые джинсы носят для беременных, которые нам Наташа всем рекомендует. Вот. Да это я на канале не джинсы, а брюки показывала. А, брюки. Но джинсы вот так. Там только снизу джинсы, а сверху там резиночка такая, чтобы стройнее быть. Я правильно говорю? Брюки. Брюки. Ой. Брюки. Это тут машина почту разводит. Фидексовкая машина. Рядом отделение связи такое маленькое. Я не от... Вот просто самое ужасное, что нет места, где можно посидеть спокойно и поговорить. Я ей говорю, давай в офисе посидим. Там же культурная обстановка. Нет. Пошли говорить к людям. Ну, в офисе школьники тебя все время обеспокоят и говорят, а можно с вами поговорить? Можно с вами поговорить? У каждого есть что-то сказать. До Михаила просто вот даже не подойти к нему там просто идут все... Ты знаешь что? Ты можешь знаешь что? Иногда прийти, на меня стакан воды холодный вылик, потому что я весь тип раскаленный. Ужасно просто. Вот он не может выйти там в брейкером, не может выйти в туалет, не остановившись. Друзья, в туалет я тебе... Потому что все равно кто-то его останавливает и говорит. Я говорю, если в туалет я дойду. Ну все равно тебя останавливаются или кто-то по пути? А я говорю, минутку. И продолжают движение, если очень надо. Очень занятой у нас Михаил. Мне нравится. Я помню время, когда я был такой незанятой, что уже страшно вспоминать. Поэтому вот когда рецессия была после развала интернет бума, так плохо было, так тяжело. Вот невостребованность. Вот ты живешь и думаешь, что-то я тут... Свои ушли, а меня забыли. Вот я жизнь прожил, все сделал и уже наши ушли, а я тут вот болтаюсь и не знаю чем заняться. Я думаю, наверное меня забыли. Вот такое ощущение было. А потом смотришь. Нашлось, нашлось чем заниматься. Сегодня, кстати, разговаривала с моим мужем, ну я с ним разговариваю каждый день. Винсент. Я с Винсентом разговаривала буквально час назад и он говорит, ну сейчас ты мне можешь объяснить, кем ты будешь работать? Я ему так легко это все объяснила. Да. Он говорит, я уже вижу разницу. Если ты раньше мне просто говорила тестер, то сейчас я объяснила ему, в чем заключается моя работа. В чем? Ну не буду я сейчас на камеру. Не, ну буквально так, в виде одной хохмочки маленькой. Моя работа будет заключаться в том, что я буду тестировать программы и искать ошибки. То есть разница между требованиями и разница между тем, что творится в программе. Да. И я ему объяснила так, что раньше этих тестеров не было. 20 лет назад. Да. И сейчас как бы компаниям очень выгодно нанимать тестеров, чтобы девелоперы не тестировали сами. Ну вот у Винсента вообще сын, он компьютерщик. Так, а что делает? И он спрашивает, ну у него тоже сын Винсент, а он говорит, ты знаешь, что такие тестировщики? Винсент Винсентович? Ну у них же нет такого? Нет, ну так, понятно. Нет, вот у Винни папа он был Винсент, Винсент Майкл. Мой Винсент Энтони. Этот Винсент какой-то еще, не помню кто. В общем, они три Винсента. Такой богатый язык. И вот на тебя. Да. Да. Вот. И я ему объяснила, нет, он спрашивает у своего сына, ты знаешь, что такие тестировщики? А сын говорит, нет. А какой же он компьютерщик? Что делает? У нас нет такого. Чего делает Синт? Он работает в Semantic. У Мати. То есть в серьезной компании, которая делает софтор. Да, у него зарплата 120 тысяч. Подожди так, а что же он там делает? Ну, он не тестировщик. Он инженер. Кьюэй. Наверное. Кьюэй. Ну, кьюэй. Вот. Ставит меня в такое положение сейчас. Сейчас напишут. Ну, это человек, который работает в компании, которая производит и тестирует, безусловно. Я знаю много людей, которые там тестируют. Нет. Он знает, что такое тестировать, но у них нет тестировщиков. Значит, он в таком департаменте, где нет разработки. Ну, вот он сказал, я не знаю такой профессии. Я понимаю так, что он сам это тестирует. Я до сих пор бегаю по всей Америке, ну, сейчас уже виртуально, и кричу, ребята, англичане кирпичом ружья не чистят. В смысле, есть, есть. Не обязательно своим телом брешь-то закрывать и за 10 долларов работать. Так американцы не знают. Почему у вас, говорит, в школе нет американцев? Так они же не знают. Ну, я про что и говорю. А ты в такое положение поставь. Ну, какое положение? Потому что подумают или что? Честно пишут. Подумают, черт не что. Нет, честно пишут. Не знают, на кого учиться. А вот твое мнение какое? Вот софтвер. Работаешь в компании. Там много народу. Там пишут, каждый день добавляют, меняют, что-то там ворочают. А много там ошибок. Вот их сложно найти? Или они сами на тебя прыгают как-то? Ну, смотря какие ошибки, бывает, что они сами прыгают. А бывает, что их сложно найти. Бывает все-таки up to requirements. Правильно? Я хочу сказать, что ты явно такой мудростью обладаешь. Потому что люди, обладающие мудростью, они всегда начинают со слов it depends. То есть, смотря как, что. То есть, ты не лепишь сразу правду матку. А ты так говоришь, смотря как. Это мудрость, друзья. Это приходит с опытом. Ну да. В жизни все depends. Правильно? Experience приходит с опытом. Да. Ну давай, скажи, ты уже две недели у нас получается. Это конец второй недели. Ну не страшно уже, или думаешь, нифига себе попало? Да нет, не страшно. Ничего страшного. Ничего не страшного. Самое главное, чтобы не бояться. Нет такого, думаешь? Ну плюну все нафиг, поеду обратно к Минсенту. Нет. Нет, конечно. Нет такого. Ну это уже дорогого стоит. 100% нет. Я все равно этот гранит науки добью. Зубы, может быть, сломаю какие-то, но перегружу. А вот есть сюжет на канале у Ольги Брукман. Я тебе сегодня послала видео. Да. Ну зачем ты рассказываешь? Я хотел, как будто я сам. Ну блин. Ну да. Ну это не важно. Ну это было с утра, потому что... Это было с утра. Значит, Ольга Брукман говорит, я сейчас к вам как приеду, говорит она, тут часа полтора и с дым. Может быть даже два. И говорит, я к вам сейчас как приеду, и что? Ну вы с ней как-то общались? Конечно. Или она это видео написала без того, чтобы поговорить? Ну так ты не смотрел видео-то? Половину смотрел, а вторую... Хорошо. Как произошло? А когда Ольга была в России, она не смотрела мои видео. Ну как бы она была в России... Она не знала, что ты в Калифорнии. Да. Я ей позвонила. И говорю, Оля, ты когда ко мне приедешь? Она мне говорит, Наташа, ты меня перепутала, что ли, с кем, говорит? Да. Я к тебе не собиралась вообще-то во Флориду приезжать. Я говорю, Оля, да я не во Флориду, я говорю, рядом с тобой. Я в Сан-Франциско, можно сказать. Она говорит, как в Сан-Франциско? А она тоже в брюки носит цветы? Давай не будем. Не будем. Мы у нее спросили. Какой кошмар. Вот, пожалуйста. Тихнарик. Нет, ну она же твоя под влиянием. Я показала женщинам, как лучше скрыть недостатки. Давай проводы, проводы. Ну это не важно. Вот. Осторожно. Так, это столик качается. Ну и она мне сказала, я очень хочу познакомиться с Михаилом. Я хочу, чтобы он взял у меня интервью. И интервью у нее будет на тему. Вот ты не смотрел, она уже тебе сказала, скажи тему. Ну, скажи тему. Такую тему, что это она обиженная женщина на всех русских мужиков. Это я слышал. Что она нашла себе мужчину своей мечты. И она очень хотела бы именно с тобой поговорить на эту тему. Ну, хорошо, что уже нашла, потому что иначе бы я оказался в положении, когда должен за всех русских мужиков начать отдуваться. В том смысле, что искупать, можно сказать, их вину. Потом сказала, что обязательно будет называть тебя на «вы», потому что очень сильно тебя уважают. Это, наверное, она тебя пыталась. А я когда это послушала, сказала «аквык хамка». Что ты скажешь? Уже не могу. Начиная на «вы». А ты можешь сказать, да я коров на «вы» называл. Нет, я называю Михаила на «вы». Он мне говорит, а что мы уже на «вы»? Мы на «ты». У нее скачет все время туда-сюда. Она не помнит. Нет, она перед посторонним. Она сразу такая, говорит, вы там… Не могли бы, может быть, там как-то, в порядке исключения. Что-нибудь. Ну, так чего с Олей-то? Ну, Оля приедет на следующей неделе. И будем снимать. Не будем, а вы будете. Ты будешь снимать интервью. Ну, она нарядная приедет такая. Ну, нарядная, конечно. Мне тоже наряжаться или я так пойду? Конечно. Оля, она же очень красивая девушка. Да. Да, у нее улыбка такая очаровательная вообще. Такая улыбка. Американские мужчины любят, когда женщина наряжается? Ну, это надо спросить у мужчин американских. Я думаю, что да. Потому что они очень редко видят наряжку. А вот когда вот это вот намажут, намажут… Ну, намажут, я не знаю. Ну, вот как ты считаешь, я сильно намазываю все время, нет? Нет, еще ничего. Еще ничего. А то бывает так намажутся. Ну, а как? Можно было бы поменьше? Ну, как это вот? Еще ничего. Не-не, ну, подожди. Ты нормально намазываю. А есть такие люди, они как бы кричащие это делают. Вот, допустим, по сравнению с тем, как здесь люди делают. Например, так, как они делают. Ну, они вообще никак не делают. Ну, вообще никак нет. Ну, скажем, в России, например, да? Там намного больше у человека на лице этого. Ну, у женщин. У женщин. А что женщин, не человек? Ну, все равно у женщин. Ну, а тебе хочется поехать в Рыбинск и намазаться, намазаться? Нет, конечно нет. Я как раз в Рыбинске я мазалась когда-то. Ну, вы знаешь, когда молодая? Да. Кажется, что нужно краситься. А сейчас вот с полета таких вот лет думаешь, господи, какая была глупая. Ведь в молодости это самая красивая косметика, которая может быть, правильно? Да. А специально тетки постарше, они специально мажутся, чтобы похоже быть на молодых, которые мазаться не надо. А молодые в семнадцать лет, восемнадцать лет, в наше время. Вот такие стрелки красили. Первый курс. Слушай, вообще там девки 17-18 лет. И они тонну косметики на себя наденут, ресницы вот такие, там можно под ними от дождя прятаться. Это как я тут клеила, да, мы на природу ездим. И чайка меня укусила. Ты знаешь, в СССР оно как-то было очень грубым таким все, как кирпич такой. Да. Да, оно было большое. Гюзаль мне наклеили. Помните? Это Гюзаль тебе наклеила? Да, она купила мне и сказала, не отстану, пока не наклеишь. Хорошо. Ну что же, Гюзаль. Давай, Гюзаль у нас воспрянула, когда ты ее в клип повесила. Да. За всю карьеру вот был как раз этот клип. Как-то ей не удавалось больше. Почему? Нет, у нее был не один, у нее еще был. У нее очень много песен записанных. Да, то, что есть записанных я знаю много. А вот то, чтобы клип имели. Все-таки клип это много работает. И она как-то, мне кажется, растрогалась, когда ты вывесила клип ее. Конечно. А потом вчера я ей давала свою камеру, и она снимала видео. Ездила к дизайнеру цветов. Это вот то, что последнее ты вывесила? Там тоже очень красивая видео она мне сделала. Но ты вывесила ее и еще посмотрела тоже? Ну мы пообрезали немножко то, что она сказала. Но вообще у нее очень красивый голос. Да. Я такая вот очень женственная. У меня такого только нет женственности. Ну а ты не певица. А ты наоборот, ты медийный такой человек. У меня нет столько женственности. Рассказывает. Я такая бум-бумая. Вот это не надо. Ну не надо. Это вот люди же они видят, как нет женственности. Я спорт девушка. Спортивная. Ну что, прыгаешь откуда-то? Ну спортивная, то есть, я не знаю. Не наговариваете себя? Ну мне так кажется. Да. Так. Что у нас в мировом масштабе? Происходит что-то? Вот когда в школе у нас, ты чувствуешь себя, что связано с космосом? Или ты чувствуешь себя очень локально? Да ладно про меня работать. Завтра день Валентина. И мы должны поздравить всех. Святого. Да. С Днем Святого Валентина. Да. А что, давай поздравим и я тебе задам вопрос. Поздравляем всех с Днем Святого Валентина. Да. И желаем любви. Желаем любви. У кого есть, чтоб крепло, у кого нет, чтоб было. Появилось. Да. И без любви плох человек. Он устроен так, чтобы жить в любви. Ну да. И расскажи нам, что вы сегодня завтра собираетесь делать со Светланой на День Валентины. А я еще не узнал. Ну а нет, а ты вот, ты это сам, ты сделал какой-нибудь сюрприз, подготовил. Я не спрашиваю какой-нибудь сюрприз. Подготовил лить сюрприз. Как вот там обычно. Я жену пугать не могу. Ты что, сюрприз? Конечно. Нет, у нас все заранее известно. Все сюрприз вообще. Ну я не знаю, что-нибудь заказать и что-нибудь доставили. Как-то ты знаешь, я не такой романтичный. Но надо сказать, что и Света не такая романтичная. Поэтому мы в этом смысле очень друг друга дополняем. Куда-нибудь покушать сходить, да, в ресторанчик? Понимаешь историю. Мы, наверное, уедем в Санта-Круз. Наверное, на дачу там. Мы любим там. Обычно мы даже в пятницу вечером уезжаем там заночевать, чтобы поспать. Там три квартала до океана. Там йод, там соль, там такой воздух обалденный, что ты когда там спишь. Просто ночь. Такое ощущение, что уже неделю отдохну. Здорово. Поэтому мы выяснили, что мы не горные, а мы водяные. Такие, прибойные. Мы очень довольны, что у нас появилась эта дача. А я вот буду без мужа в это делать. Так, а с кем? Он мне сказал, что он мне что-то прислал сегодня в апартменты. Сейчас приду, посмотрю. Уже пришло. Ну, что-то вы ставили. Ну, я тебе скажу так. Бывает шлют клубнику в шоколаде. Не знаю что. Бывает ювелирку какую. Очень ювелирку. Нет. Вот у меня так такая. Я не люблю эти все украшения. У меня свет тоже не люблю. Очень равнодушно. А вот, например, духи какие-то? У меня много таких. Я бы хотела. Вот я люблю, когда он мне, допустим, говорит, садись в машину и поехали. Кто говорит? В Винсент. Вот он знает твои слабые места. И он говорит, поехали. Я говорю, куда? Сейчас увидишь. И вот, допустим, как два года назад он меня привез в Алдорф Астория. Там заплатил за ночь. И мы взошли. И там очень красиво было. И лепестки, и свечки. У тебя нет такого? Ты думаешь, боже, ты лучше эти деньги там... Нет. Это почему-то нет, конечно. Зачем же это ходить? Хорошо думать. Вот. И вот я такие моменты очень люблю. А все эти фабрикушки-то они... Ну... Он у меня очень романтичный. Он более романтичный, чем я, к сожалению. Подожди. Он у тебя кто по гороскопу? Близнецы. А, видишь как. А я тебе лет. У него бывает такой приступ нежности. Он прям посреди дня не может позвониться. Я не знаю, что так соскучился. А пойдем куда-нибудь с тобой вот обязательно. Все-таки мужики, они чувствительные и ранимые. Да. Вот он у меня очень ранимый. Поэтому я хочу к женщинам обратиться с тем, чтобы они... С учетом мужской ранимости. А то вот так ранишь его, а он потом переживает. Их нельзя ранить. Мужчины. Мужчины, они же как дети. Их нельзя ранить. Они воспринимают это очень остро. Да. Женщины, они что хочешь вынесут, правда? Вынесут. Мужчина палец обрежет и вот плакает, пока жена не забинтует, не подует. Маленький, ему скажет, правда? Это Винсент такой. Ну, мужчины такие. Мужчины. Ну, не знаю. А другой возьмет топором все, отрубит до конца и все. Чтоб не болел. Ну, что еще сказать нам? Я не знаю. Мы хотели юбилейный. Мы же хотели юбилейный этот самый. Ну, конечно, я тоже хотела что-то такое. Шарики, может какие-то должны были быть. Плакаты. Ничего этого нет. Ничего нет. Плакатов нет. Никто не кричит. Там нет салют нигде. Нету. Подписчиков нет вокруг нас. Нету. Ой. Ну, они вот как же мы же с ними. Они не вокруг, они вот напротив. Ну да. Да. Пока батарейка не села в камере, можем снимать. Я что-то хотела, ведь еще такой вопрос какой-то задать. Задай. Чтобы еще не задать. Не связанная с подписчиками? Нет. Нет. Я не помню что. Да. Ну, вот вы была устроена. Как-то так. Так. А вы уже были на океане, правда? Вот ты когда ехала сюда, ты говорила, мне океан смотреть не интересно, мы сами живем там на океане. Чего нам океан? Я как-то не очень люблю океан. Ну, вот у нас тут другой океан? Ну, он более агрессивный какой-то здесь, честно говоря. Холодный, агрессивный. Какие-то волны ужасные. И очень мало красивого пляжа. То есть песка, так как-то камни-камни, не знаю. Ну, это... В Флориде, конечно, немножко по-другому. Нет, не сравнить, конечно. Не сравнить. Да. То есть то, где здесь много песка, это во Флориде было бы... Но сама природа, если не считать океана, сама природа, конечно, красивее в Калифорнии. А вот люди отличаются? Сам воздух. Ты знаешь, людей-то я только русских здесь вижу. А вот те, что там рядом партия была, американцы? Ну, это такие же. Такие же. Простые ребята? Простые, очень простые такие. Хламоны, так скажем. Такие, как и мы. Ну, вот такие вот они. Могут подойти, поболтать с тобой, посмеяться. Да. Нормальные такие. Ничего. Ты знаешь, у нас бы надо выпили как-то еще. А то эти просто так посмеялись и ушли. Ну, почему? Они, по-моему, тоже выпили там. Да? Да. У них там был какой-то праздник. Да. Слушай, а у тебя нет такого, что вот тебе не хватает, допустим, чего-то такого, чтобы люди во Флоре такие? Да, вот люди собрались там, выпили. Или там муж с женой сели вечерком по рюмашке. Нет такого? Где нет такого? Да, у тебя в Сене. Почему? Мы с Вене бывают, выпьем. Ну, Вене в основном, как бы, он любит раз в день, вечером он обязательно выпивает бокал вина. Красненького? Каждый день. Ну, я вот не понимаю этого, а? Красненького. Красненького. Хорошо. Наш парень. У него отец умер 99 лет. И он выпивал каждый день бокал вина. Красного? Ну, вот Вене нам не обижаются. Он калипарнеец в душе. Ребята, это настоящий калифорнийский парень. Он во Флориде живет, как в Калифорнии. А в Вене на меня обижаются, что я ему не составляю компанию, так как, ну, я не очень. Из Раши брал жену, и она не пьет. Ну, я не то, что не пью, но я не очень часто. А ты должна тогда водочкой? Нет, я не люблю. Зато парик чуть-чуть. Мы иногда идем, если в ресторан, я там выпиваю вот это вот вино. У меня самое любимое. White Zefferdale. Конечно, хорошее. Я его люблю. Легкое, да. Оно легкое, и вот я иногда его уже так... Наша пьешь, переформистка. Ну, да. Его я люблю. А как же ты в баре работала? Ну, в баре работала. А разве в баре можно работать и пить? Тогда меня бы все унесли, наверное, в баре. Ой-ой-ой. Во-первых, я продавала пиво. Ну, конечно, я делала. Я, кстати, даже два напитка создала сама. Я не помню, как называться второй. Первый напиток назывался «Рандеву». То есть я сделала компоненты вместе, все их протестировали. И этот напиток «Рандеву», по-моему, до сих пор даже его где-то там использовали. В ассортименте в Рыбинском. Да. Так, хорошо. Да-да-да. Ну, а второй как называлось? Не помню. Поцелуй без любви. Ну, не помню, честно говоря. Но вот это «Рандеву» я помню. Он был сделан с мартини, с водкой, что-то там еще вам необходимо. Ну, мартини с водкой испортить нельзя. Ну, еще что-то там было. Там четыре компонента было. А ты, видите, какой-нибудь детский напиток можешь? Там чай, он с френдом. Ну, да, могу. Я сначала начинала в баре, где мороженое. Я просто делала. Сама делала? Угу. Крутила, там у нас такая появилась машина. Я, значит, воды, порошка там все это намешаю. А потом уже поняла, что чем больше воды, тем больше денег. Есть зависимость. Было такое, было. На место. Льда, фактически. Так, то есть ты школу жизни прошла? Ну, конечно, все же. Никто не научил? Ну, меня там научили, когда я пришла. Вот, которая была до меня, научила, как это все делать. Выживать надо. Бар у нас был вообще от завода. То есть не какой-то там частный был предприниматель. Он был от завода. Так. Кабельный завод. Купил этот бар. Венгры построили. И вот мы получали зарплату, как вроде, от завода. Кабелем. Кабелем, не кабелем. А тут же нормально кабелем берешь. На который невозможно было прожить, естественно. Так. Вот. И нас считали какими-то патриотками, потому что мы работаем за очень маленькую зарплату. Никто не знал, что мы деньги не знали, куда девать. Я думаю, догадывались, кому надо. Нет? Не знаю. Понятно. Ну что же, а здесь не хотела в баре? Ты знаешь, когда я приехала сюда из России в бар, я просто не могла поверить, как здесь наливают напиток. Ты же видишь, как здесь, да? Дела бутылку. Нет, нет. Здесь кладут лёд с горкой. Да. А потом наливают напиток. Ну. Ну сколько там напитка? Там, по-моему, два глотка стоят. Ну, а там? Ну, если бы я так в Либинске сделала, мне бы просто в лицо вот что-то вот выпустил. А как надо? Потому что мы сначала наливали мерками, а потом уже, если останется место, то льдинки мы какие-то там туда кидали. Да. Потому что считалось, что я напиток покупаю, не лёд. Но здесь я хочу тебе сказать, просто в наглую они зарабатывают. Лёд у них, это как, я не знаю. Бесплатно. Ну, у них нет, лёд это деньги вообще здесь просто. То есть ты хочешь сказать, что они не доливают? Конечно, нет. Если я пришла к бармену и сказала мне, пожалуйста, налейте, но безо льда. Он посмотрел на меня, как будто я у него что-то укралась. Я говорю, не хочу лёд. Угу. В России так делать. Потому что, когда покупаешь вкусный напиток такой, как White Russian. Знаешь White Russian? Нет. Бэйлэс. Знаешь Бэйлэс? Да. Ну, Бэйлэс это как White Russian. Окей. Ну, если тебе льда накидает туда и два лотка White Russian, то бедно. Ну, я тебе знаешь, скажу, где я много напитков употребляю? Это когда мы едем в Мексику, и там постоянно какую-нибудь маргариту, там ещё что-нибудь, там подтягиваешь на пляже, у бассейна, там или просто в поле. И, да, и там много разных и так они увлекательные занятия. Там всё время разносят, 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 разносят. Да. Вы ездили в All Inclusive? Да. Понравилось вам? Понравилось. Мы сейчас ещё поедем в марте, в конце марта поедем ещё раз. А в какой резорт? Чтоб я помнил. Мы, потому что выбирали, выбирали между круизом и резортом All Inclusive. И мы не знали, у кого спросить, какой лучше резорт поехать. И там развлекают вообще так вечера в резортах? Ну, конечно, да. Да? Там есть, да. Но не то, чтобы мы там сильно рвались на эти развлечения. Но иногда, да, иногда ходишь. Потом мы с маленькой бабичкой будем. Мы будем всей семьёй большой. Ну, это здорово. У нас будет сразу там человек 7-8. Ой, это так здорово. Ну, да. Но там маленькая бабичка, ей будет полгодика к этому моменту. Даже меньше. Там пять месяцев. А сейчас сколько? Ну, вот три с небольшими. Три. Пораскрашивали глиняные какие-то там изделия. Мы заснимем. У нас будет репортаж о Мексике. И пляжи красивые. Там симпатично. Да. Да. Это Канкун вы ездите? Нет. Мы ездим в Куэрто-Воярде. Канкун нам... Не понравилось? Ну, мы не любим Атлантическое побережье. Мы любим Тихоокеат. А на Гавайи вы ездите? Ну, конечно. Как на Гавайи? Хорошо. Куда ездить? Мы в основном ездим на Мауи. Там у нас есть любимые места. У нас Таймшер был. Мы его недавно продали. Таймшер. Таймшер. Но, в общем-то, хочется в разные места ездить. Но каждый раз, когда едешь, посещаешь там одни и те же. Ну, вот, как, допустим, мы когда-то ездили в Крым, да, в своё время. Вот, и не важно, ты в Алушке там, или ты в Ялте, или там, где-нибудь ещё. Но ты садишься и объезжаешь, да, там, все эти места. И Васачкино гнездо, и ботанический сад. Это бывало в Крыму-то? Нет. Ну, не важно. Уже вряд ли ты теперь будешь-то. Ну, не суть. Так вот, значит. И так объезжаешь по какому-то маршруту. Оно там не безумно далеко всё. Вот. То же самое с Гавайями. Там есть в Якики большой курорт, но там очень много народу, очень много японцев. И очень много суматохи. А вот мы ездим на Мауэль, и там более такое, как бы сказать, эксклюзивное, что ли. Там народу мало, всё такое спокойненькое. Очень мало иностранцев. Там все свои. Так вот. Мне кажется, что ты поустал сегодня, да? Как ты говоришь, вроде как. Да, я за всю неделю чумел тут столько всего. Да ещё под конец интервью. Под конец недели, да. А что, ну я вот из-за Балашова. Я встал сегодня рано. Так, когда бы я вставал в 7 утра, да? Это, конечно, случилось только что. Я не знаю, как можно встать в 7 утра или так. Ну и в школу ты приехал рано очень. В школу как раз нормально я приехал. Ну обычно. Там почти в 10, без четверти. Обычно в 12, по-моему, да, нет? Ну, по-разному. К 11. Ну чего, я думаю, мы побалакали. Я как-то думала, будет весело, но что-то так вот лучше здесь. А мы весело. Ну конечно. Я, может, что-то уже кажется. Весело. Я думаю, не каждый выдержит всё это смотреть. Я думаю, что люди думают, ну вот что же, они должны что-то сказать. Я наговорила, значит, там и про напитки, про бар. Про слушание. И люди думают, ну что-то же они скажут сейчас. А потом, надо же так вот, говорили, говорили сейчас. И ничего не сказали. Но это такое видео, это такой жанр, где говоришь-говоришь, а ничего не сказал. Можно так сказать? Ну, такое юбилейное видео вроде как о подведении итогов. Не знаю, каких у нас получилось. Нет, просто отдыхаем душой. Отдыхая душой, мы балаболим на тему. Я замечал, знаешь, чего я тебе скажу? Я замечал, что иногда очень серьёзное видео, какой-то серьёзный разговор делаешь. А в другой раз, что-то такое лёгкое, можно сказать, почти пустое. И оно вызывает гораздо больше внимания и откликов, чем, например, когда что-то очень серьёзное обсуждаешь. Так странно. Я думаю, что чем серьёзнее и содержательнее, тем больше приёма такого позитивного. Нет? Ну, ты должен запомнить, что теперь у тебя очень много женщин, то надо что-то лёгкое тоже обязательно говорить. Винцо? Нет, не лицо. Слушай, мы должны были не с этим вот сидеть, а вот с инфанделом. Ну и ладно, ничего. Тебе можно с инфанделом? Мне? Да. А почему нельзя? Можно. Я не знаю. Может быть, на цвет лица влияет. Водку-то всем можно, а вот с инфанделом. Ну а ты вообще не упиваешь? Вот приехали к тебе гости. Я не сяду сам пить водку. Нет. Но если я в компании, я могу. Но ты упиваешь, да. Я не могу сказать, что мне сильно хочется, пока первую не принял. Я просто приставить не могу. Потому что когда уже после первой, так уже веселее. Я представить не могу тебя, что ты опрокидываешь. Ой, да что ты. Мне не могу приставить. Знаешь, как связисты чокаются? Через коммутатор. Берут бутылку. Это коммутатор. Вот эта бутылка. Она коммутатор. И все чокаются в бутылку. Называется вот. Вот так чокаются связисты. Так что, если увидишь что-то через бутылку, это связисты. Ну что, я думаю, что пока батарея не села, надо попрощаться. А то, когда сядет, уже получится, что мы и не попрощались. Да. Розетки тут нету на веранде. Ну, хотя бы на улице сидим. Ты считаешь, мы должны показать, что вокруг? Я вообще просто думаю, хорошо ли слышно, потому что так мы далеко вроде сидим и еще машина здесь. Ну, я думаю, что нормально. Мы должны показать, что вокруг на этой пласке? Ну, можно показать. Ты думаешь? Да. Ну, такая она интересная, вся обшитая таким. Ну, давай я встану, может быть, покажу, что вокруг делается. Ну, давай. Так, ну что же, друзья, значит, это вот Starbucks тут зелененький. Вот тут его плохо видно, но он есть. Вот он, Starbucks, тут какой-то почтовый центр, там какой-то Subway, это такая забегаловка. Wells Fargo, это банк, где работала Наташа. Ну, не прямо в этом, но во Флориде. Значит, тут какие-то заведения. Тут большой магазин Safeway. Вот то, что вы сейчас видите перед собой. Там, может быть, не так сильно видно вывеску. Там еще одно Wells Fargo. Посмотри, там еще. Да, да, там еще один Wells Fargo. Развели этот. Вот он, Safeway. Это большой сетевой такой магазин продовольственный. И вот тут дальше. Плазка. И там с той стороны тоже плазки. Вот тут все машины, 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 машины. Ну, и тут тоже что-то. Вот мы в этом антуражике. Окей. Great Clips, это парикмахерская. И там Bagels продают такие бублики. Вот, собственно, и все. Поедем сейчас в офис. Сделаем видео, подвесим. И будете вы смотреть все это и думать, ради чего они вообще. Вот это все. И столько времени ухлопано. И наговорили, наговорили. И скажут, как один там написал, тебе умные люди не поймут. А вот давай я сейчас наведу, значит, камеру вот туда. Вот там написано. Векслер Academy of Music and Dance. Вот там. Это наши соотечественники. У них еще одно большое отделение. Вот там, где я живу, недалеко. Отсюда минут 20. Я когда-то их страховал. Они, ну, на коммерческую страховку, когда страхованием занимался. Они тогда сидели в доме. И у них там было два рояля. И ученики к ним домой приходили. Вот я их там страховал. А с тех пор они развернулись. Тут у них два громадных помещения. Ладно, друзья. Счастливо. Да, Наташа? Попрощалась? До свидания, друзья. Счастливо вам. Все мои девочки и мальчики, которые присутствуют сейчас у Михаила Портнова на канале. Я всех вас люблю. И тех, конечно, люблю тоже, которые с Михаила канала. Да. Приходите к Наташе. Там много женского. Много женского, доброго, улыбчивого, мягкого. Вот. Интересного, веселого. И вам там скажут, эх, была б я свободна, я б с тобой роман закрутила. Ну, там не скажут. Не скажут? От меня придут и скажут вам. А, ну хорошо. Ладно, Наташа помахала ручкой. Счастливо. До свидания.